Барсук и лиса Перед тем, как идти за хвостом, залез он на дерево полакомиться медом из дупла. Измазавшись, пошел помыться, а искупавшись в реке, прилег на солнышке, да так и уснул. Первой за хвостом прибежала лиса. Выбрала она себе самый красивый и самый пушистый хвост. Второй была белка. Ей достался такой же красивый хвост, только размером поменьше. Барсук получил хвост широкий и толстый. Лось, волк и другие звери выбрали себе понравившиеся хвосты. Последним прибежал заяц. А тебе только маленький хвостик остался, сказал лев. Пойдет и такой, ответил довольный заяц. Вечером проснулся медведь. Схватился за голову и поспешил на раздачу хвостов. Но ни хвостов, ни счастливых зверей медведь уже не застал. Разозлившись, повернул она обратно. Видит, на пне барсук хвостом своим любуются. Хватанул медведя лапой, да оторвал кусочек хвоста у барсука. Примерил себе. Нормально. А бедный барсук еле ноги унес. Куда не спрячется? Все кажется, что медведь его найдет. Выкопал, наконец, барсук нору. Спрятался там и успокоился. Шла мимо леса и спрашивает. Ты чего это с такой красотой прячешься в земляной норе? Так ведь медведю хвоста не досталось. Вот он и рыщет по лесу. Хочет отобрать у кого-нибудь. Видишь, какой след от его когтей у меня на спине? Да кусок хвоста оторван. Испугалась лиса и стала рыть себе нору. Если медведь на барсучих хвост позарился, значит, мой наверняка отберет. С тех пор живут барсуки-лиса в норах. А медведь так и слоняется по лесу без хорошего хвоста.